Дмитрий Александрович, большое количество вопросов в адрес нашей редакции приходит по поводу поступления в магистратуру. Задают вопросы, платно или бесплатно учатся в магистратуре, задают вопросы, может ли не только выпускник бакалавриата, но и выпускник специалитета поступить в магистратуру. Может ли взрослый, сформировавшийся специалист, поступить в магистратуру? Вот как с этим быть? В ближайшее время начнется набор в магистратуры Воронежского университета. Напомню о том, что в системе высшего профессионального образования Российской Федерации ВГУ, Воронежский университет, был одним из пионеров внедрения двухуровневой системы образования, бакалавриат и магистратура. С 1992 года, ровно вслед за Московским государственным университетом имени Ломоносова, ВГУ перешел к двухуровневой системе образования. Поэтому опыт накоплен по бакалаврской и магистрской подготовке уникальный. И поступать в магистратуру можно, либо закончив бакалавриат, и по этому же направлению подготовки человек поступает, также проходит приемная комиссия, сдает вступительные испытания, и он проходит на второй уровень высшего образования, магистратуру. Но есть и другой путь. И этот путь более интересный. Когда строят свою карьерную траекторию уникальным, специфическим, индивидуальным образом, сейчас на рынке труда ценятся междисциплинарные, межотраслевые компетенции. Допустим, экономист и юрист. Допустим, айтишник и биолог. Допустим, химик и физик. И вот эти двойные компетенции позволяют получать намного большую заработную плату и более активно реализовывать себя в карьере, нежели чем монопрофильно получить образование. Поэтому человек, который закончил бакалавриат, не обязательно по этому направлению, по гуманитарному, по естественно-научному, по какому угодно, он может поступить в магистратуру на 5-6 курс без всяких проблем. У нас более 500 бюджетных мест в магистратуре. То есть возможность обучаться на бюджете предоставляется уникальная. Уникальная не только для региона, но даже в целом для Центрального федерального округа. Но можно поступить и на платной основе, естественно, заплатив за образование. Но что такое магистратура? Это не только продолжение обучения в условиях бакалавриата магистратуры. Если ты когда-то закончил специалитет, и тебе, допустим, 30, 40, даже 50 лет, ты можешь получить второе высшее образование, поступив в магистратуру. И практически в любую магистратуру главное, чтобы у тебя было желание и возможность самостоятельно изучить хотя бы базовый уровень того или иного направления. Для того, чтобы, допустим, филологу комфортно себя чувствовать, или там историку комфортно себя чувствовать в магистратуре IT, конечно, ему надо хотя бы знать базовые какие-то курсы и где-то самостоятельно их пройти. У нас даже есть такой пример, когда ответственный секретарь приемной комиссии Макушин Александр Васильевич, он историк по образованию, то есть совершенно гуманитарий. И он поступил спустя уже там 20 с лишним лет после окончания исторического факультета, поступил в магистратуру на факультет компьютерных наук. Ему хочется получить профессиональные компетенции в области информационной безопасности и информатики. И это все реально.